всем привет вы на канале Тори Вэй с вами Виктория и мы начинаем новую вышивальную недельку покажу вам первый свой процесс который я буду дальше продвигать это яблоневый цвет у меня здесь практически 50 процентов и я хочу ее продвигать и вообще вот эти сюжеты вышиваются где-то за неделю по крайней мере предыдущие я вот их брала только их вышивала и вышивала за неделю то есть надеюсь может на этой недельки или на двух недельки я добью его и вы увидите оформленные все четыре работы висящие на стене это прям ждем 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 дальше что я продвигаю это букетик как он называется цветущий лук называется от алены савченко по моему да цветами же занимается букетами если я ошибаюсь поправьте меня потому что я в дизайнерах не особо не особо их запоминаю если там написано на превью то да а там вот алена стич и все я алена и все я запомнила что алена в общем не розочка такая превьюшку я вам потом покажу пока смотрите на розочку привьюшку собой не принесла далее замок тут все понятно продолжаем вышивать мешанину продолжаем добивать 50 процентов вот эту часть надо до вышивать когда-нибудь на этой вот эту я не знаю буду брать или нет потому что процессов развелось плюс мне надо будет пряничек от кули куличик вышить кораблик вышить еще два осталось надо дожать уже до вышивать мою серию с моими иллюстрациями вот еще меня ждет новый старт в день рождения заветный старт которого я очень жду в прошлой недельке я показывала ниточки и скоро мы узнаем кто угадал кто нет и я начну на устала вот но все погнали в новую недельку всем приятного просмотра ровных крестиков и продуктивной вышивальной недельки пришли в гости к родителям и тут они повесили смотрите мою алмазочку подарок на 8 марта маме делала большая такая алмазочка вот такая старинка я их показывала в своем первом вышивальном видео это мои древние древние вышивульки с детства еще в школе вышивала точнее училась в школе дома вышивала по нанесенки висят теперь я даже удивилась что них оформили повесили хе-хе пока у меня есть тут красивый фон после дня рождения такие цветочки 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 ну конечно уже начинают тухнуть красотки мои но вот на таком фоне показываю вам продвижение у меня здесь сейчас 73 процента мне осталось зеленушки добавить ягодок сверху и внутри цветочков еще крестики позаполнять и будет готова я пропала на несколько недель из вышивального видео из дневника вышивального но сейчас постараюсь ворачиваться делиться всем что я она вышивала потихоньку за стол опять не все ли не снимать там поэтому может буду вот так вот хотя бы в руках на коленках с красотой вам снимать тут еще букетик маленький стоит корзинки вот цветульки и вышивают цветульки поскорее бы он закончился вот этот процесс под надоело мне это гамма дубовая и в принципе уже сюжет и 4 уже вышиваю как-то ну приелся все равно одно и то же по сути цветы меняются но от дизайн то тот же ну как бы все реже и я так понимаю это моя первая такая большая серия из четырех работ и я так думаю что это не мое вот я сейчас вышиваю девчулик первую девчульку из серии трех девчулик тоже боюсь что первая будет вообще в лед вышиваться с радостью с удовольствием а последняя будет тегомотная но посмотрим ну что внимание на экран сейчас я вам покажу свой финиш яблоневый цвет прям вот такая яблонька мне получилось вышивала я ее 15 дней вышивальных если смотреть по парадайсу нашла в перенабор в сети бесплатненький и вышила по нему по нему конечно гораздо быстрее легче чем первые работы по схеме вышивала схема вот такая бледненькая но она хорошая как бы ничего старт у меня 8 марта был и финиш сегодня 1 мая крестики кривистые потому что канва дубовая гамма до серенькая все из наборов взяла и здесь вот эти вот крестики белые розовые они вышиваются в 3 нити бленд был тоже 2 плюс 1 свет это самая сложная по моему работа из всех четырех по моему даже она больше по крестикам вот здесь больше массы чем в тех я сейчас все побегу стирать и покажу их все вместе уже оформлены вот ключик такой идите здесь вот в 3 сложения есть бленд полукрест еще в 3 сложения вот еще в 3 сложения и тут еще блендики тоже вот в 321 ну вот так вот в общем все вышила ниточки все остались чудесная игла все порядочно кладет ничего не кончилось раньше времени здесь бленды вывешивала на пустые секции вот ниточки теперь пойдут на подбором каких-нибудь пластиковых игрушек еще всегда и пользуюсь тем более здесь серый это вообще здорово серые всегда нужны вот такая красотулька получилось и теперь надо их оформить уже и повешать все четыре на стену серия завершена наконец-то все а эти пяльца можно переставлять на мою девчульку от рту о которую я по моему вам так и не показала что я ее начала ну свой день рождения как планировала и надо будет вам показать что этом на вышивала это уже в следующем включении разложила я тут свои работки на кроватке чтобы посмотреть полюбоваться пофоткать вам снять и потом оформлять буду если так посмотреть видно невооруженным взглядом что размер канвы у каждого набора свой то есть как сборщик захотел такой кусмана закинул у хлопка так вообще целое полотнище здесь поменьше намного меньше до поля чем у остальных вот и по оттенку тоже нужно смотреть внимательно то что видите вот я набор брала вроде как бы серо но мой взгляд художника видит что все вот эти вот оттенки одинаковые а вот этот более темный и с зеленцой на камере может это не так видно но все равно вот чуть-чуть тонкость заметно но сдалека в принципе никто не заметит кто без художественного образования могут и не заметить но одеваться некуда я вышивала по комплектации как есть но имейте ввиду что вот как бы такое бывает вот такая серия напишите мне в комментариях какой букетик вам нравится больше вот мне до того как я их вышивала нравился больше всего маки часики и он понравился больше по вышивке вот мака часики самый классный с колосими и 1 потому что он самый на вдохновение был потом я вышивала вот эти вот ромашки тоже классный их вышивала на байкале он большеват видно что здесь крестиков тоже так то побольше чем в маке но тоже двигался нормально приятно и он не поначалу то вообще из всех я хотя только три вот этих но потом думаю чуть без него то как это же заказала и он теперь мне нравится даже больше остальных хлопок хлопик он отдельная история его вышивают каждый 2 каждый 1 поэтому с глазами насмотрелась на него но он классный куда уж без него а эти последние меня уже все на них вдохновение нет ну красиво да вот и рамки я для них заказывала в на вб самые обычные но но тут даже не стекло а плекс я так полагаю вот мне уже что-то как-то не нравится но просто тут стиль такой то есть обои есть синие есть кровать синяя и подумали что синером подойдет но это золото куда дешевая ну вот не знаю как будет смотреться но уже переделать ник не как не хочется плюс тут же есть всякие охристые желтенькие оттенки может они как-то сойдутся вместе с рамкой будут нормально смотреться надеюсь на это дело все пойду я их оформлять фоткать оформлять и завершится наконец-то этот квартет будет висеть и радовать нас наконец-то серия завершилась но теперь я думаю не скоро я захочу серии вышивать прям большие вот такие ну как бы работы до их и некуда вешать в общем сериями теперь аккуратнее буду это кошмар я хотел загрузить свое видео вышивальное оно не открывается представляете оно испорчил испорчено его не открыть как как так произошло не понимаю ох вы уже получается третью неделю без вышивальной недельки по итогу ее удали непонятно как она испортилась хотя все сохраняла как обычно и перекидывала все как обычно но не сохраняется не понимаю в чем дело но в общем три недели вы без вышивки еще сейчас вот я сейчас снимаю вот эту недельку надо и ускорить значит выложить и еще и обновить то что я на той неделе снимала заново вам показать потому что там у тоже финиш случился ну вот что это такое ну вот как-то называется кошмар я тут делала фотографию для хомок дома участвовала в конкурсе вышивки на пластиковый конвей и на экокожа у меня по часу таких вот 10 работ это все мои прянички по моим иллюстрациям плюс кокосовый пряник от елена петровой по моему ирландская роза группа называется это тоже от елизаветы шелакиной евгения чернова уэнсдей заверка кролик и не окрафт вот такую вот недавно вышила игольницу вот этого здесь не было я приклеила от жар птицы оттуда вытащила отрезала кусок и приклеила такая вот красивая игольница получилось я уже не помню показывала вам или нет потому что у меня что-то совсем выпало я из жизни видео вообще даже вышивала в последнее время мало все работа время заняла и еще и к тому же не смогла загрузить видео потому что ну испорченного формата какого-то поэтому я уже месяц не показывалась на канале не показывала вышивку что очень меня печалит надеюсь вы там не потеряли меня вот поближе вам показываю крестюлечки свои тут всякие бисеры бук в букмоте пуговки ковки хотят сказать кроля это все магнитики вот это тоже я не помню показывала вам или нет тоже недавно вышелся путешествуй здесь по английски были написаны на указателе но я перевела написал мечта цель а отдых там был вей типа путь но я какой смысл путь путешествует и так понятно что путь поэтому я написал отдых что хочу путешествовать отдыха отдыхать на голубой конве вышивала оформила фетр так как клей момент кончился пришлось обметывать ну вот такая вот красота и сейчас я вам буду показывать следующих включениях то что я не смогла выложить на канал что у меня исчезла из материалов вот что я еще финишировала с одним своим процессом то что вы еще не видели к сожалению какой-то вот этот вот ленивец он проклятый что ли он вообще никогда не хочет чтобы вы снимали прошлое видео я с его итогом то есть когда я вышла хотела вам снять эпизод у меня не получилось потому что я снимала вертикально оказывается телефон не перевернулся форматом а снимал вертикально потом я удалила начала заново снимать там у нас засверлили соседи заработали ремонт у них потом значит все я отсняла рассказала все про него отлично выгружаю видео как вы уже знаете она не выгрузилась сейчас я про него рассказываю за окном орет песик но я уже не хочу переснимать это все дело уже покажу вам его и все хотела я его оформить в кармашек для кофе но так получается что у нас пока нет кофе которая бы туда можно было склад либо капсулу либо еще в каком-то варианте вот и пока в общем кофемашину мы не купили и он лежит ждет свою кофемашинку так скажем вышивала вот на такой вот ткани астрокрафт вышивать на ней не понравилось она красивая мне она нравится вот так все отлично но мне не понравилось на ней вышивать потому что как вам показать то фокус она видите просвечивает и переплетение мне ну вот не видны вот считать вот это все это очень неудобно крестики получались кривые косы я здесь вообще миллион пятьсот ошибок на нем потом вроде как бы я научилась словчилась здесь уже как бы стаканчик пошел по нормальней все и как бы привыкла к этой тканюшки и получился хороший результат до бэка тоже вот снимала жаловалась что мне не нравился этот стаканчик так как я преподаю рисунок в художественной школе меня вот эти вот эллипсы прям не нравились они кривые то есть это не эллипса вообще весь кривой косой этот стаканчик но с бэком нормально то есть как бы виды что он кривой но с бэком по крайней мере уже это видно где какая плоскость вот такой вот результат я его не гладила не стирала потому что хочется только перед оформлением это все сделать пока он все равно лежит у меня в шкафчике хороший результат получился мне нравится но долго на него времени думал это отдыхалочка оказалось нет совсем оказалось нервотрепочка хотя он такой видите вообще малюсенький получился сколько здесь сантиметров то 11 на 13 грубо говоря 11 на 13 сантиметров милипуська но потребовалось много на него времени и нервов за счет ткани результат классный как я уже говорила 500 раз все я отсняла наконец-то кусочек надеюсь теперь он попадет на youtube и покажется а то он вот если вот сейчас опять это видео не загрузится и что-то с ним испортится я прям вообще не знаю уже месяц месяц прошел ни разу еще отчета не выкладывала никакого видео это грустно и отвыкла в принципе уже снимать за месяц точнее все это дело рассказывать ну ладно поехали дальше а дальше в кадр выезжает андриана предгорья альп вот такой большой 21 на 41 процесс и я уже на финишной прямой мне осталось совсем чуть-чуть вышиваю по бумажной схеме поэтому точно сказать цифры не могу но видно визуально да что осталось чуть-чуть идет быстро если его только высылать на другие процессы не отвлекаться то идет вообще хорошо да сейчас сколько дней то я его вышиваю но за недельку грубо говоря вот вот этот вот кусочек вышила не за недельку меньше вышиваю сейчас вот эту всю правую часть то есть я схему сложила на две части вот здесь вот прикрепила и вышиваю потом здесь я все дошью весь кусок и передвину наоборот справа и буду вышивать вот этот вот оставшийся кусочек надеюсь уже в мая и закончить часа и только на ней сосредоточены но и вышиваю еще где в спа участвую там этот замок и букетик позже покажу вот с ними участвую я там вышиваю понемножечку отвлекаюсь ну в общем вот этот у меня сейчас главный процесс на финиш потому что он прям там длиннющий такой шикарный красивый это новинка андрианы прошлого года сочный яркий красивый финиш должен быть с барашками вот такой вот то есть что мне тут остается дышите здесь вот вот елочки горы и промежуточки тут немножко бека будет фрузилочков тут немножко будет бека тут вообще по всей работе мало тут чуть-чуть там чуть-чуть есть чуть-чуть так везде по кусочечку потом здесь до остается два домика это же горы съемками хотела также двигаться снизу вверх как все предыдущие вот эти части но мне надоело я вот внизу вверх двигаюсь туда там там вот так вот туда-сюда бегаю процесс меньше идет решилась вот начинать кусочек с одного чтобы побыстрее был виден результат зашивки вот ну и я уже его сколько месяцев хочу закончить на конец заканчиваю поэтому я надеюсь что все таки он закончится когда-нибудь сейчас и все его форме типа пешим будем любоваться замок ноль шинштайн от мережки такой будет результат и сейчас у меня высота 48 процентов сверху все крестики закончены я вышиваю сейчас внизу там красивые такие прячутся зашиваю здесь и всю эту мешанину ну конечно это кошмар какой мережка у меня первое наверное единственное красивый шикарный да дизайн но очень сложные в этой мешанине то есть тут кусочки там пять крестиков пошел здесь пять крестиков я туда пошел пять крестиков и там еще вот так вот они накиданы куда не добраться но это вообще кошмар конечно сорок восемь процентов уже приближается к половине половине приблизиться и потом будет на спад идти надеюсь тоже к финишу за лето я хочется мне его вышить за лето ну на край случай до конца года это точно надо от него уже избавиться от этого процесса мешанинского еще один мой процесс которым я участвую совместном отшиве у самого автора алена алена какая я забыла сейчас вернусь алена савченко посмотрела как зовут дизайнера первый мой букет это этого дизайнера и у нее получается в группе сейчас проходит как раз сову букеты вышивают все ее дизайны букетов но ее по-любому все знают вот такой я вышиваю цветущий лук называется и если посмотреть я сейчас двигаюсь вниз то есть я вышиваю нижнюю часть у меня здесь сколько процентов сейчас скажу 12 12 процентов мало да потому что здесь очень много бека то есть сам размер букета небольшой 25 на 28 это если аиды 14 а у меня крестики вроде 14 у меня же равномер очка тут уже не вспомню как свой карт какой именно что-то я с этим процессом совсем вам ничего не могу сказать потому что я его мало вам рассказывала показывала он у меня как отдыхалочка то есть никуда не тороплюсь с ним просто вышиваю вот захочется мне от этой вот цветотерапии я его выше буду вышивать потихонечку тут зелененькими красненькими сирененькими очень много тут оттенков цветочков разных и все по настроению идет здесь то есть я его никуда не тороплюсь делаю постепенно главное вот в неделе за неделю чтобы хоть какой-то прогресс был для совместника а так как бы благо нету точных сумм крестиков цифр можно вышивать в свое удовольствие вышел потому видно процесс какой-то был новенький кусочек не значит нормально основа у меня такая голубенькая с разводами на камеру почему-то уже передается в жизни он больше голубой и еще один процесс это старт так как не вышло моё видео которое я снимала ранее которые испортилась каким-то образом при сохранении монтировании там я вам показывала ниточки рассказывала что я планирую начать новый процесс в свой день рождения 22 апреля вот и не говорила вам про процесс ну какой именно будет старт дизайн но рассказывала про ниточки про все остальное про канву низкая говорила чтобы вы угадали что это за процесс но так как видео не вышло никто не поугадывал и придется раскрывать просто свои тайны секреты вышелая на этот момент уже достаточно сейчас я посмотрю в саге 3 процента это вышито от всей работы начала с правого нижнего угла возможно кто-то уже угадал по этому кусочку узорчиком но теперь показываю в кадре что я начала вышивать стейк в перечном соусе и вот в этот кусочек сейчас вот я отшиваю получается потом не знаю куда идти я пока просто иду по оттенкам газе дотягиваюсь там его и вышивая возможно пойду вот так вот вверх или влево переставлю пойдут как вот так а потом у меня освободятся пяльцы побольше точнее уже освободились но здесь у дышит эту кусочек и потом поставлю большие 4 нурки и что будет дотягиваться то я буду вышивать начала я с красненькой у меня еще две в коллекции есть все нужно вышить чтобы поверить у себя в кабинете над столом здесь девчонечек моих все эти девушки это ассоциация со мной это вот я тут готовлю стейки да а там уже муж ждет горит когда мы будем кушать тоже похож бабочка светленький волос все в общем это мы вот только почему я в таком платье в красивом готовлю еще не знаю ну да ладно здесь прям на превью видно что канва светит канва 14 и да она светит но я начала не задумываясь об этом светит она не светит полная зашивка да будет немного подсвечивает на это же как бы вышивка какая разница а меньше каунт делать то есть это опять канву покупать и у меня в сейчас в наличии нет 16 свободные канвы для этой работы и я подумала мой первый рта мне это очень нравится у них очень красивый дизайн и очень много их у меня в запасе 3 еще не считая этого набора лежит они 4 вру уже 4 вот и обязательно я буду вышивать все девчонки у меня там коллекция идет девчонки вот и первый набор я захотела полностью сделать по комплектации набора ничего не выдумывать не изменять на 14 канве большие крестики шпарь до шпарь как бы ничего такого нет не сейчас результат нравится очень приятно ниточки канва вот особенно после того как я вышивала чудесную иглу от гаммы там ткань серая и вот это это прям небо и земля здесь тот свой карт лежит у них по моему да мне не написано просто канва аида амалина димси но как бы чувствуется что она мягонькая она не дубовая и нежная такая хорошая канва в общем мне все нравится а димси я вообще не вижу разницы с гаммой потому что димси тоже путается тоже делаются узлы которые фиг распутаешь и поэтому все кто там в димси любимые шикарные нитки нет обычные нитки ничего сверх крутого вот свои горта там канва понятно вот прям видно разницу из гаммы и с какими-то еще вот с этими астрокрафтами видна разница а вот нитки они такие же ну как бы на ощупь приятные да хорошие но они путаются все равно путаются и бесит меня этим самым особенно в блендах так они вообще дружить не могут разговорилась я вам у меня тут такие прищепки но они как-то не особо помогают так чуть-чуть держит на маленьких вышиваю это двоечка да по-моему нурги вот выше здесь на кусочек такой который влезет в кадр и все потом заменю на большие пальцы но сейчас я вышиваю получается больше сил откладываю на деревеньку на предкоре альп и вот эта работа как раз должна была быть стартом после финиша альп но так как день рождения у меня раньше чем я закончила альпы я все-таки начала потому что хочется ассоциировать то есть старт день рождения вот и теперь вот ее нужно будет выше ну сейчас пока запросила вышиваю альпы да как уже сказала замок вышиваю то есть у меня те три процесса сейчас самые основные букет замок и альпы их я прям продвигаю продвигаю потихонечку какой больше какой меньше а вот это ждет ждет когда финиш случится у альп если прям приспичит и захочется вдохновение будет то я и начну точнее продолжу все я уже переговорила свой лимит в общем такие у меня итоги этого месяца получается да за этот месяц пойду монтировать это видео и надеюсь оно выйдет сегодня завтра и вы посмотрите все что у меня было за этот месяц вышивального ну а дальше больше всем до встречи всем пока пока